Добрый день, Виталий. Мы находимся у ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Шейна Ивана Даниловича. Я являюсь одним из семерых детей этого многодетного папы. Мы находимся у него в доме. Проблема в том, что ему положено по закону жилье. Первый раз мы начали обращаться к отчану, потом к депутату Фирюльну Ивану Ивановичу. Вот мое письмо, обращение к Фирюльну Ивану Ивановичу, которое спустила к министру труда социальной политики и демографии Пензенской области. А тот написал, что положено. Дальше. Я обратились с папой. Почему я от лица папы? Потому что папа у нас сегодня, ему день рождения, он никакой, сердечник, плохо ходит, разговаривает, слепой. Доверенность. Вот его на пять лет написано ему. Папой мне заверены. Все как положено. У нотариуса на пять лет сроком. Все как положено. Значит, Качан пишет, что папа относится к членам семьи погибших или умерших ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Относятся вдовы и дети, являющие инвалидами с детства. Вы являетесь также тружеником тыла и имеете право на льготы, установленные статьей 20-й федерального закона, что подтверждается удовлетворением ветерана Великой Отечественной войны. Также папа является ветераном труда. Папа проработал у него стаж больше 60 лет. Вот запись одна. Принес Сапу из Башмаковской и уволен. До этого он в 41-го года вместе с своей мамой, значит, окопал окопы в Москве. Там долбила киркой, а он ручками и шапкой выкидывал эту землю. Затем, приехав сюда, он начал заготавливать сено для тыла советских солдат. Туда лошадей кормить. Вот здесь вот, где сейчас автохозяйство у нас, здесь был склад. И вот вагон мальчик, здесь 12-летний, закатывал эти тюки. Вот. Потом возил, в общем, у него стаж трудовой, начиная с 41-го года и кончая 2005-м годом. 60 с лишним лет. Он многозетный отец, мама награждена правительственными наградами. Он также на семеро детей всем дал высшее образование, кому будь. Вот трудовая книжка. Вот справка. Дана папиному папе, то есть моему деду, который служил в действующей армии, защищал город Одессу, город-герой, и пришел оттуда контуженным и раненым. Без двух ребер, не было почки, легкие и 40 лет умер. Дальше. Папа имеет также награждение и письма от президента с подписью, где он поздравляет папу со всеми этими. Ну что папа добился? Желаем вам здоровья, благополучия, всем самым добрым. Но наши чернушки, местные власти, которые никак не наворуются. Папа защищал Москву, делал светлое будущее. Они там сыновьям подокупали квартиры, сделав пинок, плевок в сторону моего папы, участника тыла. Значит, было с папой обращение и заявление к Селемневой, главе местного самоуправления районного поселка Башмаково. Так как папа является коренным жителем этого районного поселка, все родство, начиная от дедушки, прадедушки было. И вы что думаете? Мне пришел ответ, что папе не положено. И вы что знаете? Виталий не даст соврать. Вот сейчас принесли повторное письмо, да, темно 28-го, 11-го, 2019-го года. А 2817-й номер, два года, которые принесли, что папе тоже не положено. А кому же им-то положено? Праслова, что ли, нашему? Архитектору для папы или Селемневой в домах на улице Федора Ярцева. Понакупили квартиру за счет папиной крови. Он даже в армию был призван, 18 лет, у него сердце неприводное. Представьте себе, летают самолеты, танки идут, противотанки. Оттуда ехал, говорят, в вагонах деревянных. Родители, женщины с детьми скидывали тифа больным. Он что пережил-то? И до сих пор, 60 лет, Виталий, вы же убедились, старше вот его, 100 лет, прокурора обращаюсь. Он мне пишет, по доводу, несоответствие акта обследования жилого помещения установлено, что в комиссию не поступало заявление о рассмотрении вопроса пригодности, непригодности для проживания помещения, принадлежащего Шейну Ивану Даниловичу, расположенной по адресу районный поселок Башбаково, улица Захаров, дом 6, в связи с чем предусмотрено законодательством оснований для составления заключения непригодности указанного жилья для проживания не имеется. Кабаев, прокурор, АУ, у него справка вот есть с военкомата, подтверждающая, вот, с военкомата, о том, что его папа здесь с ключами, ему как ребенка должны положить, у него правительственные награды. Вот что издеваетесь-то? Павлукин две квартиры для своих сыновей защитил. Что, папа, там кровь, кровь проливали, под этими бомбами, под танками шли, спали в кордонных домиках. Что, вы там благодействовали? Так не получится у вас. Куда 900 миллионов? В 2019-2020 году пришло на Башбаковский район, Павлукино, куда ты делай их? 65 миллионов на благоустройство районного поселка Башбаково. Что вы, два мишки купили? И снеговика с шаром? Куда деньги взяли? Где вода-то? Воды нет, ржавая вода. Все Башбаково стонет. Вонючие пруды с фекалиями, которые поступают, сделали фонтан. Что, себя оттешить? Вы уже не то что живых людей обобрали. Вы даже мертвым покой не даете. Проводы зимы в старошке батюшке отмечали на могилках. Плясали. Вы обестыжили уже. Вы какой веры относитесь? Вас этот номер не пройдет. По-хорошему убирайтесь. Вы здесь пришедшие. Вы здесь неизвестно откуда. Папа местный житель. Его папа, мой дед местный, его прадед был председателем колхоза. Музей висит. Вы почетные люди. У папы правительственные награды. Воспитайте вы так семерых детей, чтобы у каждого высшее образование было. И все прочее. В таких условиях скотского папа не будет жить. Я вам не позволю над ним издеваться. Есть совет федерации, постановление, что за плевок, за такое скотское отношение к ветеранам вы понесете уголовную ответственность. Павлоткин, зачем ему надо? Что он еще проживет сколько? Это не твое дело. Он еще нас всех переживет. Дай бог ему здоровья. Так, ну давайте пройдемте. Так, а теперь, Виталий, покажем, в каких условиях живет папа наш. Уж извините, что шторы. Мы потому что к Пасхе готовимся. Вода. Видите стулья? Все стулья были заложены. Сложены ковры. Вот здесь мы же не готовились, что вы придете. А вот эти вот полы постоянно пить. Чтобы не провалиться. Видите, выше того пола. Вот. Здесь вот доска принимается и насосом выкачивается вода. Здесь полы. Мы боюсь я с вами заходить. Видите, все поставили. Боюсь мы водове. Насосом выкачиваем. Мама здесь гром была. Я боюсь вы давайте зайдите туда и отвернитесь. Я потому что провалился. Я знаю, уже проваливались туда. Провалюсь, это хорошо. Стена вся вываливается. Она практически в видности, она опускается вот. Да она уже все. Да. Здесь невносимы все стены. Я не знаю, как дробь выдержал. Это вот по всем стенам так идет. По всем стенам вода. Здесь потпыль. Видно же? Тут вот даже муравейники. Муравейники. В том же земле, видите, сколько. Вон болот теперь. Вот здесь вот, смотрите. Здесь двойные полы. Здесь вот каждые два года меняем. Все ковры, все поднято. Здесь вот насос. Туда вставляем. И туда выкачиваем воду. Это куда? Вот сюда насос выкидываем. Приставать. Смотрите, только не провалиться. Видите, все полы здесь мокрые. Вот так вот доску приподнимаем. Сейчас куда-то вот она уходит. Я не осилю. Вот видите, доска приподнимает. Туда насос. И оттуда все вон насос стоит. Выкачивается. Здесь двойные полы. Видите, все там. О, все перегнило. Вот оттуда второй на второй. Видите, все лежит. Все подставлено, все гниет. Это только сделано второй. Уже второй год. Вот, пожалуйста, все двери сняты. Все перекошены. А двери? Да потому что все сняты. Они же все рухтся. Двери прямо вот видно, что кривые. Это все кривое. Сейчас есть, и я боюсь заходить здесь. Полы неровные. Вот, пожалуйста, из погреба все вынеси. Вот соленье, варенье у папки. У нас здесь семь человек было. Все водище. Вон там все гнилое. Все, все заставим. Дальше. Все, видите, вот покатываем туда. Чувствуете, все проваливается. Вот, все. Полы двойные. Все покатываем. Вон, видите, все, дом, стенка отходит. Все отходит. Полы здесь двойные и настильные. А с нами закрываем, чтобы внучата не бегали. Вдруг это разобьется. Вот полы. Сняли дорожки. Вот насос, которым откачивали. Вот, видите, все мокрое. А полы еще сырые. Да, конечно, уже второй день. Когда как за день, за второй день все провалилось водой. Вот подклеили мы. Мы не любим грязь, нас трудолюбие. Вот папина медали. Это папа выставлял все фотографии, от нее что делать. Мы за папой следим. Все чистенько у него, правильно? Через день все ходим, ездим. Вот медали. Я. Вот медали папа выставил все. Свои. Здесь вот орден, там знак почет еще были. Все вот у него. Это он где внучаты всех выставил. Так, дальше куда идем? Так, вот видите, все. Вот я подклеила, вот у меня обои. Здесь вот просто сынно, мы не любим грязь. Вот смотрите, какая вода была стояла два дня назад. Вот даже сейчас выросла. Ну вот она, сюда вот ушла. Качали, вот. А вот вот эту стенку все подклеили. Видно, все свежее. Вот мы подклеили ее. Вот дальше что? Кровати провалились. Проваливаются. Вот, видите, уходят. Вот у нас сейчас сядутся, кровати уйдут. Вот. Все ушли. Подоконник ушел. Это вот вода была, доходит вода. Вот, идите, смотрите, Виталий, до каких вода доходит. Вот. Без всяких привлечений откачиваем. Да, вон след видно. Ну да, вот этим обоим я подклеивала. Я тут все-таки умоляю. Вот у папины лекарства. Смотрите, сколько он пьет, употребляет. У него больное сердце, ему вставать ничего нельзя. Вон еще воды следы, видите? Волоковер там замочен у нас. Всю кровать все рухнуто. Вон сколько лекарств у него. Он же больной человек. Две рождения его? Давайте представьтесь. Виталий. Встань. Встань. Не надо, не надо, не, 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 не. Ничего не говори. Встань, как себя звать? Как вас звать-то? Иван Данилович. Шарин Иван Данилович. Сколько вам лет? В 90-м уже. В 90-й год сегодня пошел. Вот так вот. Вы участников войны, награды имеете? И тюк-ик грузил к железной дороге. Возил. И косил. Все. Везде был. А так вот от нашей администрации кто-нибудь приходил, поздравлял? А? Вас кто-нибудь... Нету какой-нибудь. Ни разу вообще. То есть Путин вам... Путин, то есть. Прислал, а нашим... Путин от каждого года шелез. И 50 тысяч прислал он. Он? Да. Зайник ему. А наша администрация? У нее-то сегодня день рождения. Вы что? Это вон он. Приходили пять человек, посмотрели в том году и ушли. Да, это известно. А пять человек это кто приходили-то? Селемнева, Праслов, Чернышева. Остальных я не знаю, их молодые там. Ясно. Вот сколько с Чур дорогу он сейчас работал. 60 лет с лишним стажем. Сам два класса кончил во время войны. Сейчас вот и поиски, и по работе заедет. Все, он плачет не может. Я их семь выучил. Все плачет у него сердце. Труд учел. Он отдыхал по нему. У него возраст здесь, как дышать нечего. Свой труд учел. Сколько я переворол. Зайкин, как на директор, на 23 лет выпивать за стол. Я говорю, Иван, тебе очередь подходит. Я говорю, не один состав, а несколько состав перевез пару лошадей всю дорогу. И возил, да, пыль и грязь поглотал. Больше чего я. Виталий, вон стена. У нее уже плач. Не будем ее расстраивать. Вот, вот стена отходит уже. Баня вся упала. Вот отсюда можно снять. Кто упала? Баня вся упала. Где же ему лошадь? Вот. Я не знаю, в окошку-то видно. Вот, вон она упала. Практически одна кружка осталась. Да, она же вода, болото. Человеку молену, молиться, господи. Ребята, я это видео монтировать не буду. Как оно есть, так и будет. Так, ну вы не переживайте, отдыхайте. Может быть, что-то добьемся. Но если Путин вас поздравляет, а что же наши... Путин вас поздравляет, каждый год прислал день. Открытся. Через пять селетий 50 тысяч. Пятьдесят. Прислал уже все. Ну тебе что, нужно жилье, чтобы в хорошем условии жил? А, да. Хотели бы получить жилье бы хорошее? Ну, а как же, черно. В этом молоте, здесь дышать нечем, блесенье. Да, дожди нет, ой-ой-ой-ой. Скачать его насос плавный, чтобы... Дождь его резиновый сапога купил. Купил там он. А вот если вот так вот просыпаетесь, а вода стоит... Ну как же, вот спасибо, всякая, туда маленькая. Вот. Там насос опускается, а то... А это все уже все вываливается. А первый год, первый год, отвод, насос, все, все кидаем, вот, ну вот, можете быть. И ковры, и все кидаем на... Студы все на высоту. Ладно. Так, ну спасибо вам, отдыхайте. Да, и вам спасибо. Сейчас будем... Помоги уж, пожалуйста. Постараемся. Слушай, вот болото, все, вот, болото, все, ковры сняли, все в замочке. Вот, все болото здесь вообще есть. Что тут? Тут уже, наверное, все снимали. Да все, не надо больше. Так, ну, ребят, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Настроение, честно говоря, у меня хреновато сейчас. Это еще воды нет, дожди будут из болот. Вот два дня назад мы ходили в галушках все здесь.